здравствуйте дорогие друзья приветствие почтение еще одну интересную тему на мой взгляд предлагаю вам переход в пятое изменение как не стать изгоем отец абсолют читает лора здравствуйте дорогие мои любимые дети сегодня я расскажу вам о том каким образом интуиция может изменить вашу жизнь как вы уже знаете интуиция это голос души если вы научитесь жить слушая только ее голос а не то что вам нашептывает ваш ум эго привычки страх перед неизвестным то ваша жизнь может действительно измениться кардинальным образом но к сожалению пока вы живете в трехмерном мире нужно быть готовым и к тому что жизнь в согласии со своей душой может очень не понравится вашим близким у которых на вас были совершенно другие планы очень часто человек умеющий слушать себя они других а значит обретший внутреннюю свободу и живущий уже по другим законам божественным а не навязанным ему трехмерным миром становится изгоем его не понимают близкие друзья знакомые коллеги по работе на него смотрят как на заблудшую овцу отбившуюся от стада и нужно иметь действительно непоколебимую веру в себя и свое предназначение чтобы уметь противостоять непониманию а порой и откровенным нападкам со стороны близких вам людей и сейчас я дам вам несколько советов как с наименьшими моральными потерями сохранить себя и свою душу все еще пребывая в трехмерном мире первое никогда не делайте резких движений ни в поступках ни в словах и вот что я подразумеваю под этим выражением если вы решили по подсказке души вашей интуиции кардинально изменить образ своей жизни будь то личная жизнь работа или увлечение то не торопитесь сразу объявлять об этом окружающим прежде всего вам нужно убедиться что вы все для себя поняли правильно дать вашему решению устояться окрепнуть и обрести силу и только после того как у вас не останется ни малейшего сомнения в его правильности можно мягко но настойчиво подготовить своих близких грядущим изменениям в своей а значит и в их жизни давайте рассмотрим это на конкретном примере положим вы решили сменить престижную хорошую оплачиваемую но не любимую работу на ту что будет приносить вам истинную радость например человек работал в крупной компании где у него подчинение было много людей на нем лежала огромная ответственность и он до ночи пропадал на работе он очень устал и к тому же то что он делал не приносило ему никакой радости его же душа давно твердила ему сделай работой свое хобби то что ты по-настоящему любишь и он наконец решается бросить свою престижную денежную работу и стать тем кем он давно мечтал но не отважился в силу той же престижности и желание обеспечить достойную жизнь своим близким а сам он всю жизнь мечтал стать садовником музыкантом художником а может быть парикмахером или портным словом человеком творческой профессии где можно по-настоящему себя реализовать а не быть винтиком в чужой гигантской машине по производству материальных благ или услуг это его решение может быть шоком для близких поскольку для них такая работа непрестижна и к тому же им не хочется лишаться своих привычных материальных благ и здесь чтобы найти компромисс ему нужно применить поистине дипломатические способности найти такие доводы которые помогут ему добиться своего и вместе с тем сохранить добрые отношения в семье на это может понадобиться не один день и и даже неделя но спокойный доброжелательный разговор и разумные объяснения помогут найти нужный компромисс а резкие высказывания в ультимативной форме могут навсегда испортить отношения в семье и обретенная свобода уже не принесет долгожданной радости этому человеку на этом мы остановимся сегодня любящий вас отец абсолют говорил с вами приняла марта вы прослушали тему как не стать изгоем